привет 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 жду пока все зайдут все кто хочет попасть и послушать этот прямой эфир в котором я расскажу про mindfulness расскажу про наш день рождения наш большой день и расскажу много всякого интересного привет привет вау классно вижу вижу уже подключились и я не буду долго откладывать и хочу сразу начать с того чтобы поздравить вас и нас с днем рождения просто сегодня три года эти три года они были волшебными были прекрасными и три года мы помогаем заботиться о ментальном здоровье и если бы не вы у нас бы ничего не получилось сейчас с нами медитирует 1 миллион и почти 700 тысяч человек можете себе представить это просто население огромного города на самом деле декабре еще в конце декабря у нас был миллион пользователей а сейчас мы за девять месяцев почти выросли в два раза и если бы не вы если бы не ваши теплые добрые хорошие прекрасные отзывы мы бы не смогли продолжать мы бы не записали эти 300 медитаций сказок бинауральных треков которые помогают вам или засыпать или фокусироваться на работе в общем все благодаря вам спасибо большое что медитируете с нами спасибо большое что любите нас что отмечаете что отмечаете с нами наш день рождения сейчас я потихонечку начну рассказывать кто я что я и перейду плавно к теме нашего прямого эфира который я назвала так мотивация медитировать три года смотрите нам три года у нас действительно есть пользователи которые медитируют каждый день каждый день вижу отзывы про то что классная бинауральная музыка я очень рада и особенный привет хочу передать тем кто доверяет нам своих деток укладывает спать нашей музыкой с нашими сказками у меня тоже есть маленькая дочка и это прекрасно спасибо что вы являетесь частью нашего прекрасного комьюнити и давайте я постепенно начну рассказывать о себе вообще я перенимаю эстафету у ирена которая недавно провела первый прямой эфир в нашем инстаграме и спасибо большое за ваши классные комментарии особенно спасибо тем кто сказал что хочет познакомиться с командой и я как раз являюсь частью команды я один из сооснователей просто и чем я руковожу чем я заведую просто я заведую технологии методологии наших медитаций именно то как работает наша практика именно то насколько она соответствует науке именно то насколько она эффективна это все проверяю я и я за этим слежу я вам сейчас раскрою секрет или может быть вы знаете в какой именно технике медитации мы работаем какие именно вещи для нас являются важными и почему именно они но для начала я бы хотела начать с личной истории рассказать вам про то как вообще я пришла в медитацию и почему собственно медитации оказались в моей жизни смотрите меня зовут таня я до недавнего времени работала в корпорации работала в корпорации google который много лет уже начиная с 2011 года постепенно рассказывала своим сотрудникам про mindfulness и про медитацию у нас у всех как у сотрудников google была возможность стать использовать медитации и в общем практиковать mindfulness мне это было не особо интересно поначалу пока не случилось одно событие а дело в том что в 2013 году я жила в дублине и все было у меня замечательно и хорошо мне была классная работа в google я ездила путешествовала у меня были прекрасные отношения много-много друзей в общем все было классно и был декабрь мы отмечали день рождения моей подруги был уже вечер на следующий день я должна была улетать командировку и мы сидели за столом и все отмечали день рождения было весело и вдруг мне приходит сообщение на телефон я открываю свой телефон и дам я вижу сообщение от своего кузена двойного брата и сообщение было такое там папа умер и я такая посмотрела думаю что то не то наверное может быть он ошибся почему не пишет там почти в 12 часу ночи я вышла на свежий воздух подышала и постаралась прийти в себя но к сожалению сообщение было правдивым никаких шуток и никаких недопониманий здесь не было мой папа действительно умер совершенно неожиданно для меня и когда происходит что-то такое когда из-под нас выбивают опору мы пытаемся найти смысл других вещах мы пытаемся найти смысл в чем угодно если честно чтобы просто как-то сохранить равновесие туда я решила попробовать думаю ну вот медитации ладно давайте попробуем потому что мне уже давно про эти медитации говорили плюс нас google это все очень распространено попробую я попробовала и с тех пор моя жизнь изменилась изменилась настолько сильно что я не просто попробовала эти медитации я стала интегрировать их свою жизнь я пошла учиться на тренера я пошла учиться осознанности я прошла несколько курсов для того чтобы вести техники медитации для того чтобы рассказывать про медитации вот поэтому сегодня у вас есть тоже возможность присоединиться к нашей большой компании и медитировать с нами ведь сегодня в честь нашего дня рождения мы даем самые-самые большие скидки 55 процентов от обычной годовой подписки если обычно годовая подписка у нас стоит 2100 рублей то сегодня вы можете сегодня завтра вы можете купить ее за всего лишь девятьсот сорок пять рублей и влиться в наш поток медитирующих ребят также вы можете выиграть призы если вы хотите участвовать то нашу наши наш аккаунт на самом деле что я хочу сказать я хочу сказать что в современном мире нет возможности не медитировать потому что мы живем век информации у нас такое огромное количество проходит информации через наш мозг что если мы не начнем медитировать если мы начнем как-то разгружать нашу голову то просто случится перегруз и были исследования которые проверяли какое количество информации обрабатывал человек в девятнадцатом веке и какое количество информации обрабатывать человек И исследования показали, что в несколько тысяч раз информации больше обрабатывает человек сейчас в месяц, чем раньше человек за год обрабатывал. И наш мозг 19 века на самом деле не так сильно изменился. Мы не отрастили какие-то отдельные сферы мозга, которые не работают или работают и которые помогали бы нам совершенно по-другому воспринимать информацию. Нет, наш мозг остался абсолютно таким же. Но вот этот поток информации, который постоянно проходит через нас, для того, чтобы просто оставаться в ладах со своей кукушечкой, для того, чтобы просто не испытывать постоянного перегруза, а еще и эффективно продолжать жизнь, то вот этот способ помыть голову изнутри, медитация, это самое лучшее, что работает. И я бы хотела немножко рассказать про вообще принцип, на чем стоит просто и какую именно технику мы используем, почему именно такие медитации, почему именно так мы ведем свои практики. Смотрите, осознанность и вообще состояние осознанности, или там с английского калька, это состояние здесь и сейчас. И впервые вот это состояние осознанности его ввел Джон Кабадзин. Это американский профессор, который в 80-х годах сделал классную систему. Называется она на английском MBSR и означает она снижение стресса на основе практик mindfulness. И что он сделал? Он провел такие исследования. Он, значит, взял группу людей, то есть несколько десятков людей, у которых были хронические боли. И с помощью различных практик mindfulness он старался уменьшить их стресс и их боль. Он сделал 10-недельную программу. И каковы же были его удивления, когда люди не просто уменьшили стресс и не просто уменьшили боль, но еще этот эффект после 10-ти недель практики сохранялся целых 15 месяцев. И тогда его команда Джон Кабадзин и его другие партнеры, с которыми они делали исследования, они подумали, ну если это так работает на людях с хронической болью, то как круто это может работать просто на простых обычных совершенно людях. И так началось перерождение mindfulness. Так началось переоткрытие мира медитации для западных людей, для нас. И так возникло понятие светской медитации. Чем мне нравится этот подход и почему именно он? Во-первых, мы тренируем состояние здесь и сейчас, и мы фокусируем внимание. То есть мы смотрим на то, чтобы наше внимание, мы могли им управлять, чтобы он не прыгал туда-сюда, а было сфокусированным на том, что нам действительно важно. Дальше, что еще очень классно в этом подходе, то что он очень классно интегрируется в обычную жизнь. И вам не нужно уходить в горы, быть монахом или делать что-то такое необыкновенное. Вы можете продолжать жить в мегаполисе, вести свою активную жизнь. Вы можете, я не знаю, заниматься работой с детьми, хобби, чем угодно, проектами, и при этом интегрировать медитацию, интегрировать осознанность. И вот это очень крутой подход, который мы хотим донести впросто. Другими словами, осознанность и медитация, для этого не нужно совершенство. Вам не нужно совершенно точно сидеть в одной специальной позе и только такой. Я знаю, что много приходит вопросов на тему того, что, ребята, вот я не знаю, как сидеть правильно и так далее. В нашем случае, в нашей светской медитации правильно сидеть не так важно. Нам не нужен перфекционизм. Нам нужно просто каждый день возвращаться к практике и тренировать свое внимание. И, например, я люблю еще два примера, которые тоже говорят вам о том, что такое медитация, вот именно в нашем подходе. Первый пример – это, что такое медитация? Это когда вы чистите зубы, и 100% вас чистят зубы. То есть вы не отвлекаетесь ни на что, а вы действительно полностью сфокусированы, и ваше внимание направлено на одно действие – чистку зубов. Или еще можно сказать так, медитация – это когда вы пьете кофе со вкусом кофе. Вы не думаете о том, какая там, не знаю, что у вас на работе, какой вам проект нужно сдать, или какой дедлайн у вас горит. Вы пьете кофе, и вот все, 100% вас пьют кофе. И вот это вот такие практики осознанности. И поэтому я очень люблю наш курс, который основан именно на повседневных делах, на его читает Никита Евремов, и как вы можете интегрировать практики осознанности в ваши совершенно обычные и простые дела. Вот. И вот это вот очень простое упражнение, на самом деле, оно позволяет менять и получать классные, крутые бонусы от занятия медитацией. Мы еще немножко поговорим о них чуть попозже. И что я еще хотела здесь сказать? Хотела ответить на частый вопрос, наверное, самый частый вопрос. Это про мысли. Так как мы не хотим достичь 100% совершенства в нашей практике, мы всего лишь хотим каждый день приходить на эту практику и тренировать свое внимание, несмотря ни на что, то вопрос остановки мыслей перед нами не стоит. Очень часто меня спрашивают, Даня, вот я не могу остановить мысли, правильно ли я медитирую, все ли хорошо, все ли в порядке. Но на самом деле у нас в день около 70 тысяч мыслей. Это в три раза больше, чем дыхание. Их невозможно остановить. Ну, наверное, их можно остановить, если вы там медитируете 25 лет в монастыре. Но мы к этому не стремимся. Нам не нужно останавливать мысли. Нам нужно их заметить, отпускать и возвращать свой фокус внимания на дыхание. Или на что бы то ни было другое, если мы говорим о других техниках медитации. Вот. И кто практикует? На самом деле медитация сейчас настолько популярна, потому что люди настолько информационно перегружены, что легче сказать, кто не практикует, чем сказать, кто практикует. И, конечно же, это наши прекрасные голоса. Никита Ефремов, Равшана Куркова, все они практикуют и занимаются медитациями. Если мы берем звезд Голливуда, то Дэвид Линч, Дженнифер Адинстон, вот действительно, проще сказать, кто не практикует. И большие корпорации. Я уже сказала, что в Google это распространено, Apple, Starbucks. В общем, практически любой корпорации, скорее всего, сотрудники имеют доступ к приложениям по медитации. Вот. И когда, что еще интересное про медитацию, что, несмотря на то, что это вроде бы простая практика, вы вроде бы что-то делаете в течение 10 минут, но самое интересное, что изменения происходят на уровне нашего мозга. И в нашем мозгу есть много разных отделов, которые отвечают за разные дела, и современные исследования позволяют увидеть реальные изменения в голове. Тема сегодняшнего эфира не посвящена мозгу, не посвящена его строению, но, если вы хотите, я могу сделать отдельный эфир, где я подробно расскажу, что и как у нас меняется в голове, когда мы медитируем. Это, на самом деле, потрясающе и очень, по-моему, круто. Что я еще хотела сказать? Я хотела сказать, что делают медитации. Медитации, скорее всего, вы знаете. Если вы мне напишите, какой классный эффект на вас оказали медитации, то мне будет приятно это прочитать, потому что, на самом деле, его невозможно не заметить. Если вы регулярно практикуете, эффект просто не заставит себя долго ждать. Вообще, если честно, для того, чтобы прям заметить эффект, нужно около 6 недель. И я понимаю, что мы живем в быстрое время, во время быстрых результатов, и хотим увидеть немедленный эффект, но по-хорошему, вот по-честному, 6 недель – это именно тот период времени, когда вы стабильно фиксируете для себя результаты. И кроме всех прочих, мы видим такие эффекты. Улучшается сон, самочувствие, снижается эмоциональный какой-то стресс, и получается, снижается тревожность. В общем, происходит много классных вещей. Но я особенно хотела поговорить про одну вещь, про которую очень редко говорят. Что происходит с нами и с окружающим миром, когда мы начинаем медитировать? Дело в том, что когда мы медитируем, и когда мы начинаем практиковать вот это внимание внутри себя, то мы открываемся, наш мозг становится гибче, более открытым. Мы легче и чётче чувствуем эмпатию по отношению к другим людям. И вот медитация – это как раз, за что я особенно люблю медитацию, это как раз такой ключик к тому, чтобы поменять мир. Может быть, это звучит немножко наивно, может быть, немножко идеалистично, но медитация – это самый простой способ маленькими-маленькими шагами менять мир. Давайте теперь я вам расскажу про разные стратегии. Потому что в рамках нашего подхода, исключительно научного подхода, мы используем ряд стратегий, которые помогают вам достигать своих целей. И, может быть, у вас есть какие-то вопросы или какие-то проблемы, которые вы не знаете, какой техникой решить. И я вот подготовила для вас материал, такую, знаете, систему, для того, чтобы вы понимали, что если у вас такая проблема, если у вас вот тот, тот или тот, то вот конкретные медитации, которые могут помочь вам решить ваш запрос. Всего их будет четыре. Первое, про что я хотела поговорить – это вернуться в реальность и испытать состояние здесь и сейчас. Но вообще, на самом деле, это самая частая история. И вообще, собственно, для чего нужны вот эти практики осознанности, практики майндфлн. Это для того, чтобы вернуться в состояние здесь и сейчас. И стратегия, которую мы используем для этого, она называется «фокус внутри». Все наши техники, все наши практики, в которых есть сканирование тела, в которых есть фокус на дыхании, в некоторых есть фокус на сердцебиение, например, вот это те стратегии, которые вам помогают вернуться в состояние здесь и сейчас. Вторая цель, которая у вас может быть, когда вы приходите медитировать, это успокоиться и расслабиться. Мы в таком стрессе постоянном, вот вы хотите расслабиться. Ну, конечно, здесь прекрасная бинауральная музыка, но если мы говорим именно про техники медитации, то стратегия здесь называется «фокус вовне». И здесь, наоборот, вам нужно сфокусироваться на чем-то внешнем для того, чтобы вы смогли расслабиться. И у нас есть медитации, которые как раз сфокусированы на внешнем. Например, есть медитации, где нужно сфокусироваться на звуках, или медитации с техникой визуализации, или, в принципе, любая медитация, где вам нужно на что-то фокусироваться, что находится снаружи. Например, у очень многих есть медитация со свечой. И вот эта медитация со свечой, она как раз, мы там как раз ставим фокус во мне, на свечке, для того, чтобы расслабиться и успокоиться. Это вообще классная медитация перед сном, если вы еще не пробовали, прям попробуйте, я ее очень-очень-очень люблю. И третья стратегия и третья цель, с которой обычно люди приходят, это снизить тревожность, снизить тревожность и стресс. Это на самом деле моя любимая техника и моя любимая стратегия, потому что именно с нее я открыла для себя медитация. Называется, мы ее просто называем, вообще стратегия наблюдения, но техника, которая здесь используется, называется, мы ее просто называем замечательная техника. На английском языке она звучит как ноутинг от глагола to note, замечать. И вот эта техника, замечание, она позволяет вам заметить чувство или мысль, или эмоцию, которая у вас возникает во время практики, обратить на нее внимание, заметить ее и отпустить. Техника гениально совершенно работает для того, чтобы снизить стресс и тревожность. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы любите эту технику, если вы делали медитации с замечательной техникой. Она вот прям моя, одна из самых любимых. И простых, на самом деле. Пока вы пишете по криводичке. Потихонечку буду переходить к следующей, к последней. Делали, нравится, я очень рада. Потихонечку буду переходить к последней цели и к последней стратегии, которая у нас есть. Смотрите, еще люди приходят в медитации для того, чтобы почувствовать себя более счастливым. И классная цель, и у нее довольно, к ней довольно интересный подход. Она решается очень интересной техникой. И техника называется, стратегия, которая используется для того, чтобы почувствовать себя более счастливым, называется генерация положительных намерений. И эта техника работает в соотношении с другими людьми. Мы используем здесь технику медитации любящей доброты или медитации сострадания. И на самом деле вот эти слова, да, они даже звучат как-то странно. Медитация любящей доброты. Что это такое вообще, непонятно, какие-то слова. Мы такими словами не разговариваем. Милосердие, сострадание. Когда вы вообще последний раз, да, использовали такие слова в своей речи. И вот эти техники, они, знаете, с одной стороны, звучат как из прошлого века, но с другой стороны, они настолько нам сейчас важны. Они настолько связывают нас, опять же, вот с этим ощущением, да, общей какой-то эмпатичности, общего какого-то развития общества и развития какого-то более осознанного общества. И в то же время, парадоксально, через других людей мы начинаем чувствовать себя более счастливыми. И я не хочу вам здесь приводить много всяких разных научных данных, но если вы зайдёте в интернет и поищите эффекты, которые оказывают эти техники на людей, насколько это повышает уровень счастья, то вы просто удивитесь. Потому что таких исследований огромное количество. И это очень интересно наблюдать, как мы зависим именно от других людей и от того, насколько мы умеем сострадать и умеем отправлять какие-то положительные намерения другим людям. Вот. Это, в принципе, четыре цели, которые обычно люди преследуют для того, чтобы прийти, зайти в медитации и начать практиковать. И я увидела вопрос краем глаза про то, с чего начать. С чего начать? На самом деле у нас есть курс, называется «Основы». И это лучший способ начать. Если вы пройдёте этот курс, он 7 дней длится, то вам уже будет примерно понятно. И часть техник, которые я вам сейчас рассказала, они как раз начнут работать буквально с первых дней. Там как раз у нас много про фокус внутри, про сканирование тела. И таким образом мы помогаем тренировать состояние здесь и сейчас, что является основным, ключевым для того, чтобы быть более осознанным. Вот. Что я ещё хотела вам сегодня рассказать? Я ещё сегодня хотела рассказать про мотивацию. Эфир назван на самом деле не зря, вот именно так, как он назван. И в эфире мы как раз хотим, я хочу вам помочь не сдаваться. Хочу помочь вам научиться ставить намерения таким образом, чтобы вы, несмотря ни на что, медитировали каждый день. Почему это важно, надеюсь, я вам смогла донести. Потому что потоки информации, которые каждый день современный человек испытывает, это просто уму непостижимо. И для того, чтобы мы просто хотя бы как-то берегли себя, берегли свою кукушечку и заботились о своём ментальном здоровье, вот медитация – это просто самый простой, самый доступный способ это сделать, уберечь себя. Ну как же сделать так, чтобы медитировать каждый день? Где взять вот эту мотивацию? И про мотивацию я на самом деле могу говорить долго, потому что я училась, я закончила магистратуру в Швейцарии. И о магистратуре я как раз занималась тем, что изучала мотивацию. Моя дипломная работа была на тему экспериментальной социальной психологии, и как раз была посвящена мотивации. Поэтому про мотивацию я знаю всё, и честно вам скажу, я её очень не люблю. Потому что мотивация – это суперветренная подруга. И если мы начинаем основывать наше намерение, наше достижение целей на мотивации, то мы вносим такую неуправляемую переменную в нашу жизнь, которая может помешать нашим планам. Давайте подробнее. Смотрите, вот вы решили раз и навсегда, что вы начнёте медитировать. Вы прям 100% хотите медитировать, вы понимаете, что вам нужно снизить тревожность, что вам нравится вот это построение осознанного общества, нравится идея быть более гибким, более эмпатичным. И вы с утра встаёте, погода классная, вообще прям супер, настроение приподнятое. Вы смотрите в календаре, там вообще классная цифра, первое число какого-нибудь месяца, просто сам Бог велел на часть. И в принципе в вашей жизни как-то всё спокойно и здорово, и у вас появляется мотивация. Вы садитесь и медитируете. Классно? Классно. Но через какое-то время вы с утра просыпаетесь, и вот что-то как-то вот не то. Дождь идёт, на работе какой-то дедлайн, да и число уже не такое ровное, не первое, а там, например, восьмое. И уже как-то не так хочется медитировать, потому что мотивация, она как-то пропала. И вы, соответственно, не медитируете. То есть, несмотря на ваше намерение, которое вы поставили, вот эта вот неконтролируемая переменная мотивации вас с истинного пути сбивает. И вы вроде бы как бы хотите медитировать, но вроде бы как бы мотивации нет, потому что дождь идёт, и в целом как-то не очень это всё. Вот. Но если представьте, если вы из этого уравнения уберёте вот эту нестабильную переменную, мотивацию, и неважно, есть она у вас или нет, вы просто садитесь и медитируете. Вот каждый день садитесь и медитируете. Есть мотивация? Ну, классно, значит, легче сесть. Нет мотивации? Ну и ладно, бог с ним, как бы её нету, но вы всё равно садитесь, и вы всё равно медитируете. На самом деле медитации, они довольно быстро входят в привычку, потому что это всего 10 минут, и вы можете это делать когда угодно, хотите перед завтраком, хотите после обеда, хотите перед ужином, хотите перед сном, неважно. Лучше всего, конечно, делать в утренние часы, чтобы не засыпать, но в принципе в любое время мы не стремимся к совершенству, мы стремимся к тому, чтобы приходить и медитировать. Вот. И неважно, есть у вас мотивация или нет, вы просто берёте и это делаете. И поэтому я всегда говорю, как мне найти мотивацию? Я всегда говорю, уберите мотивацию из этого уравнения вообще. Вот вам нужно делать что-то. Есть мотивация? Ну, здорово. Нет мотивации? Ну и ладно, бог с ним, вы всё равно это делаете. И с таким подходом, на самом деле, гораздо легче не сойти с пути и гораздо легче продолжать медитировать. Но, если вам не нравится, в принципе, идея мотивации, не хочется прям бросать вот эту идею мотивации, и вам всё-таки хочется какой-то дополнительный аргумент, он у меня есть. И звучит он так. Звучит он опять вот в связке с обществом и с тем, как мы можем маленькими шагами сделать мир легче. Смотрите, когда вы начинаете медитировать, обычно люди как приходят в медитацию? Обычно две дорожки есть. Первая – у вас есть какая-то проблема. Вы там начали плохо спать или у вас стресс какой-то возник, и вы хотите эту проблему решить. Я пришла в медитацию, когда пыталась решить проблему выбитых опор в своей жизни, и я пыталась найти какое-то равновесие. Вот у меня была проблема. Второй подход, как люди приходят к медитациям, он обычно такой. У вас… Вот что-то вас в жизни не устраивает. Вы не поймёте, что. Ну, вроде бы всё как-то нормально, но вроде бы всё-таки не то что-то. И вот вы где-то слышали, что на самом деле медитация может помочь. И вы таким образом, значит, приходите и начинаете открывать для себя этот инструмент. С какой дорожки вы бы не пришли, вы всё равно в какой-то момент у вас начинает острота проблемы снижаться, а вы её решаете, потому что медитации действительно работают. И тогда найти медитацию очень сложно. И что мне здесь нравится думать? Мне нравится здесь думать следующее. Когда я медитирую, когда вы медитируете, наш мозг становится более гибким, более подвижным, более открытым, более эмпатичным. И на удивление мир начинает вокруг нас меняться. И вот это действительно то самое дело, та самая минута, когда вы своим отношением, своим маленьким шагом делаете мир чуть-чуть лучше. И я бы хотела, чтобы вот эта мотивация, если вам нужна дополнительная мотивация кверху с дисциплиной, то она бы вас подталкивала к тому, чтобы вы продолжали медитировать, несмотря ни на что. И как нельзя лучше сегодня, завтра и послезавтра самая прекрасная, замечательная возможность это сделать за очень вменяемые деньги 945 рублей на годовую подписку. Ну то есть вы представляете, да, у вас меньше 90 рублей выходит месяц. Это буквально, ну я не знаю, наверное, одна из самых дешевых вещей, которая есть в вашей жизни. И такое количество бонусов, которые приносит вам медитация, такое количество бонусов, которые ваша медитация принесет в жизнь ваших близких, в жизнь окружающих, за такие деньги найти просто невозможно. И вместо 2100 рублей, 945 рублей успевайте на самую большую скидку, 55%. Это последняя скидка до конца этого года, больше такой акции в этом году не будет, 100%. И мы с удовольствием примем вас в свои объятия, миллион 700 тысяч человек уже с нами. И, пожалуйста, вливайтесь в наши стройные ряды, найдите в себе силы медитировать, найдите в себе силы установить эту дисциплину, исследовать ей. Неважно, есть у вас мотивация или ее нету, потому что на эту переменную полагаться нельзя. Все, что я хотела вам рассказать, я рассказала. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Я видела, там есть какие-то вопросы в процессе, но если вы ждали, когда я закончу, и ждали этого момента, чтобы задать свой вопрос, то вот сейчас момент. При лечении депрессии с какой медитацией можно начать? На самом деле с любой. И здесь я всегда советую начинать с фокуса на дыхании и с фокуса на своем теле. Возвращение в состояние здесь и сейчас, плотная связь с реальностью, плотная связь со своим телом, она всегда помогает при любых ментальных расстройствах. Это будь то депрессия, будь то что угодно. И более того, я живу в Великобритании, и в Великобритании прям рекомендуют именно эту технику, именно технику фокуса на дыхании, фокуса на внутри себя, что бы то ни было, но обычно это дыхание. Вот, с этого начать. Посоветуйтесь по возможности со своим лечащим врачом, может быть у них есть другой взгляд, но в целом фокус на здесь и сейчас, фокус на дыхании, это то, с чего я рекомендую начать при любом раскладе. Новичок вы, есть у вас какие-то ментальные вопросы, у вас есть депрессия или что-то еще, техника здесь и сейчас работает просто лучше всего, наиболее эффективно и самым таким мягким, щедячим образом. Ответила на ваш вопрос? Так. Какие медитации существуют? Ох, технику, ну вообще школ медитаций, их просто огромное количество. И, скорее всего, вы слышали про большую часть из них. Есть йога-медитация, да, то есть йога-нидра, да, расслабление и расслабление с, там, напряжение и расслабление. Есть трансцендентальная медитация, в последнее время очень популярная, она совершенно другая. Есть випассана, випассана это не просто ретрит, на котором вы 10 минут, 10 дней молчите, а випассана это определенная техника медитации. Есть, ну я не знаю, только вот дзадзен-медитации, в общем, очень-очень много разных школ, и каждая из них несет свою функцию. Есть медитации очень строгие, например, дзадзен-медитации, вы там не можете лишний раз пошевелиться, вот вам нужно сидеть в определенной позе, вы вообще прям должны 100% все делать четко и по протоколу. Есть светские медитации, это mindfulness, это наш подход, когда вы, в принципе, в любой позе можете медитировать. Единственное, я всегда прошу прямую спину, лежите вы, сидите, неважно, прямую спину главное оставлять, потух свет. Вот, и вот эти типы медитации вы можете попробовать и выбрать то, что подходит вам больше всего. Но, на мой взгляд, светская медитация – это что-то, что доступно всегда и очень классно работает. Так, пока вы пишите вопросы, я попробую починить свет, чтобы у меня лучше видеть. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Я пытаюсь, я пытаюсь пролистать список, он такой длинный, те, кто присоединяются, спасибо большое. Так, очень нравится медитация с ходьбой. Спасибо, спасибо, что вы про это написали. Это, вот честно, мой любимый курс, ну не курс, а мой любимый набор медитаций, потому что, на самом деле, для того, чтобы быть осознанным, для того, чтобы вот это вот все делать и находиться в контакте с собой, и испытывать бонусы от медитации, вам не нужно обязательно каждый день сидеть и медитировать. Вы можете быть осознанным и в обычной жизни, и в этом прелесть светской медитации. Подскажите, пожалуйста, где-то можно увидеть или услышать ваши медитации тестовые? Так, у нас есть, дано, смотрите, у нас есть тестовый период. Вы за один рубль можете попробовать целую неделю медитации. То есть вы возите свои детали, регистрируетесь, с вас не забирается никакой платеж, кроме одного рубля, и на протяжении одной недели вы можете тестировать все, что хотите. Плюс у нас в Инстаграме есть 100% несколько примеров наших медитаций. И когда-то, господи, по-моему, это был 21 год, мы выкладывали новогоднюю медитацию из курса про перемены. Вот там точно полная версия медитации, читает ее Сергей Чунишвили, и это потрясающе, очень классная медитация. Я ее люблю. Но я всю нашу медитацию люблю, потому что если бы я их не любила и не одобряла, их бы не было. Так, я увидела вопрос про йога-нидру. Собираемся ли мы добавить такие техники? Нет, пока мы не собираемся это делать. Мы все-таки хотим оставаться в технике mindfulness, но мы задумали несколько экспериментов. И я пока не могу сказать, что это, но ожидайте в ближайшее время, наверное, надеюсь, что в начале следующего года мы сможем добавить что-то новенькое. Так, прокручиваю назад. Спасибо за ответ, пожалуйста. Очень всегда рада поболтать. Вообще, спасибо вам большое, когда вы пишете отзывы. Честно, вся наша команда, мы читаем ваши отзывы. Некоторые из них, они просто прям переворачивают душу, потому что они такие искренние и такие настоящие. Спасибо большое, что вы это делаете. Для нас это очень-очень важно. Нравится для сна, в основном их используете. Спасибо, да, для сна классные. И музыка, музыка бинауральная, это просто вообще фантастика, я очень люблю. Так, ну что, смотрю еще, есть ли вопросы, и буду постепенно закругляться. Давайте я еще минуту подожду, если вы быстро набираете свой вопрос, то я на него отвечу успею. А если нет, то я тогда буду завершать, потому что мы эфир сохраним. И если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Кроме того, у нас в Телеграме есть рубрика, которую я регулярно веду. И задайте мне вопросы, я на них отвечаю, и я обожаю ваши вопросы. Они всегда мне помогают понять, что усилить и про что больше рассказывать. Будут ли еще медитации с голосом Юры Борисова? Будут. Будут. Не могу сказать, когда точно, но если мне не изменяет память, в этом году мы планировали даже записать что-то. Мои коллеги, которые смотрят эфир, пожалуйста, поправьте меня, если вдруг я слишком много обещаю про Юру Борисова. И я видела еще вопрос про сертификат. Ребята, если у вас есть вопросы с сертификатом, вообще какие-то вопросы по сертификату, можно приложением пользоваться или нужно отдельно брать. Сертификат можно купить на сайте. Если у вас есть какие-то ссылки, у нас везде есть, у нас три дня будут эти ссылки, особенно активно мы про них будем рассказывать, потому что такую скидку мы просто не можем молчать и держать в себе. Мы хотим, чтобы все узнали, все смогли воспользоваться, и вот на сайте оформляйте сертификат, и потом у вас все будет работать в приложении. Если у вас возникают какие-то трудности с применением сертификата, пожалуйста, пишите в нашу службу поддержки. Мы стараемся как можно быстрее отвечать на все эти вопросы, но вот эти три дня – это для нас такое супергорячее время, когда большое количество людей нам пишут, и мы можем чуть-чуть подольше отвечать, чем обычно. Но мы всегда отвечаем всем. Так, еще будут вопросы? Пожалуйста. Ну что, тогда я буду заканчивать. Ребята, спасибо большое, что вы пришли сегодня, спасибо за ваши вопросы, за ваше участие, конечно, за то, что вы столько времени, господи, три года уже с нами медитируете, и я с большим удовольствием всегда рада пообщаться, поговорить, объяснить вам что-то, что-то дополнительно рассказать, потому что мир медитации – это просто огромный мир, и вот эта вот вся история с медитациями, она очень важна, и чем больше мы сейчас будем медитировать, чем больше мы сейчас будем продвигаться в нашем информационном веке, тем больше нам нужна поддержка для того, чтобы свой мозг разгружать. Я сбилась, потому что я стала видеть другие вопросы. Кто разрабатывает ваши медитации? Так вот, я перед вами сижу, как раз я тот человек, который занимается тем, чтобы наша стратегия, наша методология, наша разработка медитаций, она была вот именно такая, какая она есть. Как избавиться от постоянного стресса? Хороший вопрос, но, к сожалению, мне кажется, я, может быть, вас расстрою, но от постоянного стресса сейчас в текущее время избавиться практически невозможно, только если у вас нет возможности уехать и жить где-то без интернета, без телефона, без социальных сетей, тогда стресса будет меньше. Вот, но себе можно помочь, не нужно избавляться от стресса, потому что стресс, он уже и хорошее для нас делает, стресс – это вообще реакция, которая у нас не просто так есть, да, но его нужно снижать, и снижать именно вот этот плохой стресс, медитации вам в помощь, любое расслабление и любой пассивный отдых. Я, кстати, в Телеграме буквально на днях отвечала на вопрос про отдых и много рассказывала про пассивный отдых, и вот пассивный отдых, он тоже очень хорошо помогает переработать и избавиться от стресса, поэтому зайдите к нам послушать. Ну всё, теперь точно всё. Большое-большое вам спасибо, будем на связи, приходите к нам, пишите вопросы, и не забывайте, что три дня вы можете воспользоваться нашей скидкой, самой-самой-самой большой скидкой, и поучаствовать в розыгрыше потрясающих подарков. Вам всего лишь нужно отметить наш Инстаграм-аккаунт в сториз, и тогда вы сможете выиграть очень-очень хорошие призы, айфоны и всякие разные классные штуки. Также подарить сертификат своим друзьям и своим близким вы тоже можете, если вы его будете покупать. Всё, тогда пока-пока, до встречи, всего хорошего.